Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Сегодня 10 мая и я пришел сегодня опять позаниматься в World Class, блин. И как всегда, сегодня же вроде пятница, правильно? Ну реально вроде пятница, уже все праздники закончились и так далее. Ну и вот здесь, видите, раз, а время сейчас без 29, а вход у нас запрещен. В общем, печальная ситуация. Ну да ладно, давайте сегодня поговорим на такую тему, почему я не люблю праздники. Итак, давайте сначала посмотрим только раз то, которое есть. Вчера мы пробовали здесь гулять. Погода была просто отстойная, было просто жесть. И поэтому я даже особо для вас ничего не заснял, потому что был ужасный ветер и так далее. Ну ничего страшного там нет, я думаю, не без этого. И сегодня давайте все-таки поговорим, почему про праздники. Я в сауне общался прям буквально, прям позавчера, общался тоже с двумя людьми, которые являются руководителями своих компаний. И они тоже говорят, мы ненавидим праздники, потому что все сбивается, потому что все то, потому что все это и так далее. Я говорю, а кто же любит праздники? Он говорит, как кто? Говорит, врачи, педагоги особенно, говорит, любят праздники. Ну и многие другие, говорит, те, которые работают на окладах, те, которые не привязаны к какому-то результату, конечно, им нравятся праздники, говорит. Но никак не бизнесмены, потому что бизнесменам праздники точно не нравятся. Ну, за исключением тех сезонных товаров, которые продаются в той или иной сфере. Поэтому, блин, я думаю, почему же в России такая низкая производительность всего? Да потому что, да потому что слишком много мы отдыхаем, ребят, реально, слишком много. Накипело тоже, как вот World Class, да, вот может отдыхать опять. Ну, сегодня пятница. Ой, блин, и так приехал, думаю, к девяти, может быть, на час позже откроется. Нифига! Поэтому давайте с вами немножко погуляем, посмотрим. И это меня безумно сильно раздражает, потому что у меня пятница постоянно выпадает. А пятницу самое святое, это ноги. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас творится в Сочи после празднования Дня Победы. Потому что у всех же по-разному, да? Я помню, в Ворске, когда после Дня Победы пройдешь, просто офигеешь. Ну, вот у нее спаркатные машины. Видно, спаркат никто так и не берет. Вот они эвакуаторы, которые уже орудуют. Ну и все-таки мы посмотрим, мы пройдем в сторону морского порта. Я думаю, там будет интересно. Опять же, да, вот смотрите, ребят, вот здесь на строке безопасности останавливаться можно. Только имейте в виду, что, видите, вот здесь это сделано для проезда. Вот смотрите, вот, поэтому вот именно в этом пятачке останавливаться нельзя. И точно машину эвакуируют. И на такое, не знаю, там возмущение, типа, почему других не эвакуировали, другие становились более-менее получше. Теперь давайте все-таки пройдемся, да? По поводу вот этого ресторана. Два раза здесь был. Ну, знаете, ну так себе. Вроде бы там все красиво, там, да, русская кухня, все. Ну, что-то такое, знаете, немножко не то, что ты хочешь. Немножко не то получаешь по итогу. Поэтому лично я, ну, не рекомендую. Теперь давайте все-таки посмотрим, что у нас происходит на берегу. Я так понимаю, здесь уже тагил, тагил, тагил здесь, да? Давайте посмотрим, посмотрим рыбалку. Вот. Кстати, можем вот здесь порыбачить, да, спокойно. Тот случай, когда хочешь, чтобы что-то поймалось. Вот так вот у нас. Ну, это, знаете, это у нас больше туристы. Давайте здесь не будем показывать пьянь. Я лучше сейчас пройду и потом вам уже покажу что-то другое. Ребят, давайте продолжим, потому что я не люблю снимать пьянь. Да, но есть, как бы, две туристские, которые с утра отжигают. Ну, да, отжигают, пытаются, да? Давайте я покажу вам. Все-таки, видите, рыбку можно поймать. Поэтому кто в Сочи живет, тот от голода не умрет. В любом случае, если у вас есть удочка, да и даже если нет удочки, вы в любом случае сможете здесь себя прокормить. Ну, и, конечно же, здесь сейчас ходить комфортно. А если мы будем идти с вами днем, то это будет жесть. Это будет приставать все, кто только могут вам пристать, покататься, позаниматься чем-нибудь на яхте и так далее. В общем, ребята, имеете это в виду. Теперь, что касается набережной, да? Ну, посмотрите, да, чистенькая, комфортная. Опять же, да, закон подвести. Почему вчера не была такая хорошая погода, как сегодня? Почему вчера было все печально? Ну, реально, я даже сейчас немножко поснимал и даже дальше снимать не стал. Потому что, ну, не знаю, не перло. Кстати, вот тоже такой вот есть круизный лайнер. Такой типа мини-куризный лайнер Дагамес. На нем тоже комфортно, говорят, передвигаться. Но он периодически то... Короче, то может передвигаться, то не может. То может, то не может. Вот они разные яхточки. Рыбачить здесь нельзя. Да, что тут еще нельзя. Электричество, еще что нельзя делать. А, и плавать нельзя. Ну, я думаю, вряд ли здесь кто-то хочет плавать. Потому что все-таки все прекрасно понимают, что не все у нас яхты новые, да. Где-то может быть там что-то там раздеваться и так далее. Вот это красивый круизный лайнер. Не круизный, это просто чья-то яхточка, посмотрите, какая красивая. Чтобы я так жил. Ну, хотя, знаете, что была как-то цель на яхте, да, купить себе яхту. Думаю, там, посмотрел, там, 3 миллиона стоит. Думаю, как все равно, как хорошая машина, да. Ну, и потом все-таки я вышел в море, мне там укачало жестко. И я думаю, блин, думаю, зачем мне эта яхта? До сих пор я к яхте очень плохо отношусь, потому что, блин, укачивает меня очень люто, очень жестко. Тем более, Черное море не самое тихое море, да, как бы здесь постоянно волна, постоянно еще что-либо. Ну, и вот все-таки нравится, здесь все чистят, подчищают, да. Смотрите, вот они что-то вылавливают, да. Ну, приятно, приятно, еще раз, приятно, хорошо, комфортно. Под парусом фотосессии, да. Мужиков цепляют рыбалкой, девочек цепляют фотосессиями и так далее. Но все равно ветерок немножко есть, ветерок чувствуется, сразу скажу. Ну, и вот, да. Нищая страна, где самое большое количество красивых яхт. Потому что были мы в Турции в порту, был и в Тунисе в порту, где только я не был, да. И вы прекрасно понимаете, что в Сочи самые красивые, самые большие яхты. В Сочи в этом отношении все реально рулит. Вот, смотрите, вот эта яхта мне нравится больше всего. Такая низкая, да, как приора, да, которая всех порвет. Тонированная, все как положено. Посмотрите, вот такая яхта, конечно, на ней можно. Но, опять же, да, как говорят профессионалы, лучше иметь вот такую яхту. На этой яхте ты точно можешь, если правильно, у тебя руки с правильного места растут, ты можешь спокойно доехать до, точнее, добраться, например, до Турции по морю. А вот на этом девайсе не получится, потому что просто-напросто топлива у нее хватит, да. Все-таки парус должен быть. Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, вот эта все равно поинтереснее. У нее и скорость должна быть выше, да. Ну, конечно, здесь на этой передвигаться гораздо бюджетнее. Ну, да ладно, давайте пройдемся с вами дальше. Посмотрим, что еще есть интересного. Ну, как говорили мы с вами про эти праздники. В целом, видите, да, все хорошо. За исключением двух пьяных девочек, которые всю ночь где-то гудели. Ну, как сказали, рыбаки, я с ним пообщался, это туристские. Туристские, говорят, с этого они уже с ними успели познакомиться, с Новосибирска. Ну, в общем, как бы так. Новосибирск. Новосибирск рулит. Ну, и вот здесь вот тоже у нас. Можно приобрести ту или иную яхту. И, наверное, вот именно в такую погоду гулять здесь по кайфу. Посмотрите, да, как хорошо и классно. Здесь же мы с вами узнаем персонажей нашумевшего боевика, который называлась бриллиантовая рука. Ну, и, конечно же, можно подойти и сфотографироваться. Персонажи более чем узнаваемые. Сейчас повторюсь, все вокруг чисто, комфортно, все на спорте. Кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то еще чем-то занимается. И, по сути, здесь себя чувствует, комфортно, действительно, ощущаешь себя как будто на отдыхе. Поэтому приезжайте в Сочи, обязательно, где бы вы ни остановились. Потому что часто люди, например, даже сейчас у меня клиенты едут, да, останавливаются в районе Орел-Изумруд. Представляете, какие-нибудь эмоции? Они останавливаются на горе, останавливаются в гостевом доме. Там, где они будут жить в 13 квадратных метрах и так далее. И потом скажут, блин, в Сочи это долбанный колхоз. А приедут в Сочи, да, этого уже будет по-другому. Почему выбирать такие места? Не потому что там хочется жить, потому что там цена дешевле. Потому что ценник, ну, и некоторые выбирают из-за безграмотности. Например, приезжая 17 мая и делая акцент на море, это, ну, мягко говоря, как же сказать-то мягко? Это, мягко говоря, вот, не то утверждение, да? Я понимаю, если приехать 17 июня, да, и сделать акцент, чтобы было близко море, чтобы купаться. Но 17 мая еще никто купаться не будет. Когда приезжаете в межсезонье, вам нужно сделать акцент на инфраструктуру, нужно сделать акцент на какие-нибудь парки отдыха, да, на какие-то такие интересные места, да, вот. И лучше там остановиться. Пускай вы там заплатите там на 200 рублей дороже, но зато вы сэкономите на такси, сэкономите на общественном транспорте. Это вот маленький вам совет. Поэтому, ребят, обычно пишут у нас люди про Сочи, там, Сочи колхоз. А где вы отдыхали? Ну, в Сочи, ну, где? Ну, в Ардане. Ну, блин, ребят, в Ардане это колхоз. Я тут с вами соглашусь. Но в Сочи назвать колхозом ни у кого язык не повернется. Хороший, достойный курортный городок, где много зелени, где много чего есть интересного. В общем, как бы так. Ну, все, ребят, наша прогулка, наверное, завершается. Потому что сейчас мы опять будем слышать пьяные крики, наверное, тех же самых девочек. Они, потому что вряд ли успокоятся. И сегодня, я думаю, поработаем для вас на славу. А теперь, ребят, всем пока.